К началу недели городские власти отрапортовали, что с осадками, которые выпали в выходные, они как бы со скрипом, но справились. Однако на дворе уже середина недели и снег до сих пор не побежден. Мало того, он упорно продолжает идти. О том, что при камере ждет целая серия снегопадов, было известно еще за неделю до стихии. Однако коммунальные службы почему-то вновь оказались не приведены в полную боевую готовность. Главной причиной поражения в первом бою со снегом городской администрации называют ответственных за это чиновников, которые, по словам сети менеджера, не выстроили как следует работу с подрядчиком. В итоге вместо 239 единиц техники в первый день снегопада на улице Перми вышло всего 160. Остальные приступили к работе только на следующий день. Последствия этого отставания видны невооруженным взглядом. Не успели убрать старый, снег навалил новый. Мы попросили горожан оценить начало снегоуборочной кампании по пятибальной шкале. От нуля до пяти. Ноль. Объясните, почему ноль? А как вы попробуете пройтись по тротуарам, попробуйте проехать на машинах, особенно во дворах и в прилегающих к центральным улицам территориях? Сегодня три. Почему три? Объясните. Потому что пробки и опаздываем на работу. Единица. Мы даже на машине не ездим сейчас. Дворы, парковочные карманы, пешеходные дорожки до сих пор под толщей снега. Отдельная тема – пассажирский транспорт. Остановочные пункты превратились в дорожные объекты повышенной опасности. Каждая остановка – это очень большие проблемы при движении. Каждая остановка. Независимо, где, в каком районе, все везде одинаково. Очень скользко, очень накатанно. Проведут ли коммунальщики и городские власти работу над ошибками, будет видно в ближайшие дни. По прогнозам синоптиков, снежное наступление продолжится до выходных. Евгений Гуляев, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей.